Добрый день, друзья! Сегодня мы рады представить новинки компании Тильбургер. Это подметальные машины, сейчас осень, и самое время рассказать о них, чтобы подготовиться к уборке как осенью, так и зимой. Бренд Тильбургер является давно и закомендовавшейся немецкой маркой, которая производит подметальные и прочие профессиональные машины. В данном обзоре у нас 4 модели. ТК-36 Professional, ТК-38 Professional, ТК-48 Professional и самая большая ТК-58 Professional. Все 4 модели аккумуляторные, имеют одинаковые аккумуляторы ЕГО 54 Вольта. В каждой модели нужно 2 аккумулятора. Соответственно, на них они работают. Техника очень тихая, очень мощная, производительная. Ну, а сейчас о каждой модели поподробнее. Поехали! Итак, основным отличием моделей между собой это ширина щетки. У ТК-36, как и у ТК-38, щетка 80 см. У ТК-48 метровая щетка, а у ТК-58 ширина метра 20 см. Для чего нужна широкая щетка? Соответственно, больше ширина, больше площадь, которую можно убрать за то же самое время. Щетки это самое важное в подметальной машине. Сейчас у нас установлены универсальные щетки, которые подходят для всех сезонов убор. С помощью их можно убирать как садовый мусор, палую листву, грязь, ветки и всякое такое. Также бывают щетки, которые подходят специально для свежевыпавшегося и мокрого снега. Есть щетки для слежавшегося снега и уборки наледи. И есть щетки с более плотным ворсом для убора сильного загрязнения. Щетки меняются, соответственно, откручиваются два болта и два валика съемные переставляются с помощью одного оператора. То есть тут никаких манипуляций дополнительных не требуется. Для чего вообще используется подметальная машина? В большинстве своем они используются для того, чтобы убирать территорию, которую надо часто подметать и где есть мусор. То есть это для коммунальных служб, для владельцев отелей, загородной недвижимости, всяких парков и прочих коммунальных средств. Аккумуляторная техника в данном случае выиграет тем, что она, во-первых, тише, во-вторых, проще воспользоваться, потому что тут гораздо меньше движущихся деталей и ее гораздо сложнее сломать. Потому что тут, в принципе, на каждое колесо у нас идет отдельный электрический двигатель и ремень на привод щетки. То есть неквалифицированный персонал не сможет ее сломать. Плюс не надо мучиться с бензином, то есть только зарядка аккумулятора. Ее используют также и в нетрадиционных местах. То есть, например, поскольку у нас нет бензинного выхлопа, ей можно избираться как на улице, так и в помещении. То есть это может быть в склады и те вещи, где у нас нельзя использовать бензиновый двигатель, чтобы не было выхлопа. То есть его можно использовать, данные щетки, даже в пищевой промышленности. То есть склады, где у нас используются мука, строительные всякие производства, то есть бетон, кирпич. То есть бензинный двигатель там не выживет, а тут практически нет охлаждения воздухом, соответственно и фильтров практически нет. То есть там есть небольшое для охлаждения самих аккумуляторов, но там небольшая решеточка, то есть она практически на что не влияет. Итак, поскольку техника аккумуляторная, настало время рассказать о них. Это бренд Ego, 56 вольт литий-ионный аккумулятор на 12 Ач у нас идет. Таких нужно два, один мы уже поставили, второй у меня в руках. И зарядное устройство на один аккумулятор. Заряжается достаточно быстро, то есть до 100% он заряжается где-то за 70 минут. Это один аккумулятор. Соответственно умножаем на два. Есть зарядки на два аккумулятора, но они в комплект не входят. Их можно докупать отдельно. Сейчас попробуем поставить аккумулятор и расскажу, как ей пользоваться и покажу все органы управления. Итак, мы попробовали подмести, аппарат отлично работает. Теперь расскажу, как им управлять и какие есть настройки. Самое основное это поворот щетки. Есть пять положений, смотря в какую сторону вы собираетесь. Одно легко, рукой очень легко. Этот рычаг у нас отвечает за подъем всей передней части над асфальтом или над покрытием, которое у вас есть. Для того, чтобы более плотно прижимать или поднимать только самую верхнюю часть. В зависимости от значения. Крутится вот этой вот ручкой. Там в центре есть колесо, отдельно покажу. Как она заводится? Элементарно. Нажимается одна кнопка здесь. Переключатель. Двигатель заработал. Это слышно по теплому гулу. Можно ее как транспортировать отдельно колесами, так или сначала отключить щетку и уже поехать вместе со щеткой вперед. У всех моделей, кроме самой младшей, 36-й, есть урок для того, чтобы машина поехала назад. Это отвечает за вращение щетки в другую сторону. Назад. Вперед. Что еще есть? Есть три скорости. Соответственно, первая скорость это для уборки, когда у нас сложные условия. Переключаются они вот здесь. Вот этот разжижет. Третья скорость транспортировочная. Лично мне удобнее на второй скорости. Но я покажу сначала третью. То есть она очень быстрее едет на третьей. Так же и назад. Мне удобнее всего на второй. После того, как я попробовал, это центральное положение. Вот. Щетка едет, подключаем ее. Все очень удобно и просто. Легко поворачивается. То есть куда нам надо, чтобы выбрасывался. Так, у нас тут два аккумулятора. Режим турбо и режим эко. Эко позволяет на 30% дольше работать на двух аккумуляторах. Но, в принципе, машина может работать и на одном. Тут горячая замена. Вытаскиваем один. И машина все равно у нас поедет. Берем и едем вперед. То есть это никак не влияет на скорость, только на время работы. После того, как закончили работать, можно посмотреть световая индикация аккумулятора. Сколько у нас еще осталось заряда. И поставить его на зарядку, чтобы заправляться. Если нам надо подольше, то, соответственно, можно одним заряжать. А второй будет у нас в работе. По использованию техники все. Хотелось бы рассказать еще про анализное оборудование. Сейчас перейдем к нему подробнее. Уборка территории бывает разная. У нас, например, очень пыльная улица. И, соответственно, если будут прохожие идти, то даже несмотря на то, что мы можем отвернуть от них щетку, все равно какие-то камешки, пыль могут лететь. И для этого есть специальный экран, который вешается вот сюда, а надевается вот на эти два штыря. Вот. Он как своего рода защита выступает. Также можно не сметать куда-то в сторону, а сюда вешается большой, достаточно вместительный контейнер, в который можно сразу убирать мусор. Также сюда можно повесить дополнительное оборудование, как бак с водой. То есть она сразу будет делать и мокрую уборку, чтобы пыль не летела, и какое-то мощное средство туда добавляет. В зимнее время, помимо самой щетки, сюда можно вешать металлический отвал, который будет сгребать большую часть снега. И тогда щетке будет гораздо проще небольшой объем снега, который остается, то есть мы регулируем по высоте, убирать осадок. В принципе, все. Отличная машина, немецкое качество, сборка Германии. Мне очень понравилось ей работать. Это легко и просто. Очень эргономичное, приятное управление. Рекомендую. Если что, обращайтесь в наш магазин. Наши ребята с удовольствием ее соберут вам, потому что, в принципе, это можно сделать самостоятельно одному, но у нас есть предпродажная подготовка. До новых встреч, друзья!